Приветствую вас на канале Сокровища Черногории и сегодняшнее наше видео о поездке по каньону реки Тара. Мы остановились на первой смотровой со стороны города Мойковац и здесь наше первое фото и видео пауза. Поездка по каньону Тары входит в экскурсию или север Черногории или Гранд Каньоны. Вот уже остановка на второй смотровой. Здесь большие автобусы никогда не останавливаются, они могут только притормозить, чтобы люди сделали фотографию в окно. Мы же здесь всегда останавливаем наших гостей. Как видите, здесь очень отвесные скалы, затянутые в этом году металлической сеткой, чтобы не падали камни. Мы эту остановку называем подкова. Почему? Сейчас вы увидите. Если отойти немного в сторону по дороге, то можно увидеть, что здесь Тара изгибается, делает изгиб в виде подковы, поэтому такое название смотровой. Очень красивое место для селфи и просто для фотопаузы. Следующая наша остановка. Это хорошее место для того, чтобы спуститься к реке, искупаться. Сразу скажу, что вода довольно холодная. Это все-таки горная река. Мы на высоте где-то 750 метров над уровнем моря. Здесь самые стойкие люди купаются обычно в августе месяце, когда вода хотя бы достигает 18-19 градусов. Но вода очень прозрачная, чистая. Это место вообще создано для того, чтобы здесь начинался сплав рафтеров. Отсюда у них начинается довольно короткий маршрут, потому что есть три длины маршрута. Этот маршрут, насколько я помню, на 2,5 часа. Сюда их привозят, и они вниз по течению до границы с Боснией сплавляются. Вид на реку сверху. Глубина по центру где-то около 4 метров. То есть некоторые даже ныряют со скал прямо в воду, прыгают. Место для того, чтобы спуститься к воде, остудиться в жару, перекусить. Просто замечательное. Субтитры подогнал «Симон» И, наконец, четвертая остановка по каньону. Это всем известный мост Джорджевича. Здесь в обязательном порядке останавливаются все и большие автобусы, и небольшие группы. Гуляют по мосту, делают фотографии, либо катаются на зиплайне. Здесь находятся три зиплайна возле моста, на которых можно перелететь через каньон. И мы сегодня пройдемся немного по мосту до пятого пролета, под которым протекает Тара. Справа мы можем видеть памятный знак Лазарю Яуковичу, инженеру, который участвовал в строительстве этого моста, а потом совершил геройский поступок, взорвав пятый пролет моста для того, чтобы остановить наступление итальянских фашистов на север для соединения с немецкими фашистами в 1942 году. За что его итальянцы расстреляли на этом мосту, благодарные соотечественники поставили такой памятный знак. Сейчас можно увидеть уникальное зрелище, день, лето и абсолютно пустой мост Джорджевича. Обычно здесь толпы туристов, которые фотографируются на мосту, ходят. Стоит 5-8 больших автобусов, которые выгружают каждый по 50 человек. Это все люди эти на мосту, не считая тех, кто на легковых машинах приехал. Но сейчас на этом мосту мы были абсолютно одни. Хорошо видна тень моста на берегу каньона. Под нами течет тара. Сезон, когда рафтеры сплавляются, их можно видеть внизу, проплывающих на оранжевых плотах. А это памятник одному из местных жителей, который тоже воевал во время Второй мировой войны и геройски погиб в этих местах. Вот, как мне кажется, самое лучшее место для вида на мост и для фотографий, для селфи, немножко в стороне от дороги. А мы едем дальше. В обычной поездке последняя точка после моста Джурджевича это город Жаблик и Черное озеро. Но в этот раз мы поехали на такое место, как Чуривац. Очень красивая смотровая тоже на каньон реки Тара. Сюда не завозят туристов на автобусах, сюда ездят только индивидуальные гиды или те, кто знает это место. Вот указатель Чуривац, тропинка. Туда можно в течение получаса подняться на самую высокую точку каньона, 1900 метров над уровнем моря. Но в этот раз уже темнело, мы не пошли туда по горной дороге, потому что был сильный ветер и, как я уже сказал, скоро должно было стемнеть. Но я хотел показать это место, координаты этого места будут под этим видео, потому что отсюда также можно спуститься в интересное село внизу, Тепца называется. Тут есть указатель 10 километров, поэтому имейте ввиду про такой интересный маршрут. Поэтому приезжая в Дурмитор на несколько дней, можно изучить очень много интересных и красивых мест. На этом у меня сегодня все. Путешествуйте с нами, всего доброго и до новых встреч!